МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А начнем вещание с побега. В Барнауле двое, живущие за решеткой, покинули огражденную территорию. Правда, ненадолго. Причем вернулись в неволю сами. Этими беглецами стала пара милых дикообразов. Вероятно, им захотелось узнать, что там за пределами зоопарка. И они выбрались из клетки. Сначала прогулялись по парку, а потом прошлись по дворам, расположенных неподалеку многоэтажек. Заметив их, жители сообщили в полицию, что под окнами ходят странные ежики. Но задержать животных правоохранителям не удалось. Дикообразы сами вернулись в зоопарк и сразу же набросились на еду. После двухдневного путешествия по воле колючая парочка съела мешок свеклы, а это около 10 килограммов, и отправилась отдыхать. А этот человек наметал икры с полочек магазинов к себе в карман. В Барнауле в полицию обратились два торговых заведения, которые обнаружили пропажу рыбного деликатеса. При этом камеры наблюдения четко зафиксировали, кто и как помог ей исчезнуть. Стражи порядка установили личность вора и задержали его. Но 12 баночек икры не обнаружили. Оказалось, парень, даже не попробовав зернистый продукт, продал его по сходной цене. Возбуждены уголовные дела. Более предусмотрительным оказался житель села Полевое немецкого национального района. Котлеты, шоколад, чай и кофе он украл в местной столовой. Продавать продукты не стал, зато поел от души. Когда его сытого и довольного нашли полицейские, выяснилось, что этот же человек из этого же помещения общепита уже совершал кражу несколько лет назад. Теперь ему вновь предстоит отбывать наказание за то же деяние. В Рубцовске местный житель получил уголовное наказание за то, что официально трудоустроился. Правда, при этом он не поставил в известность Центр занятости населения, в котором числился как безработный. Поэтому продолжал получать пособие. Мужчину предупреждали, что так делать нельзя. Однако он обманул государство на 2000 рублей. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество» и направила в суд. Добросовестного работника, но бессовестного безработного приговорили к 160 часам обязательной и бесплатной трудовой деятельности на влага нашей страны. Больше 8 миллионов рублей в месяц зарабатывала 28-летняя жительница Алтайского края. За год у нее получилось около 100 миллионов рублей. В чем особенности ее деятельности и чем закончились трудовые будни? Расскажем далее. В последние дни миллионерша жила в заброшенном доме. Она планировала покинуть Алтайский край и укрылась здесь, чтобы не привлекать к себе внимания. Что делаете-то здесь? Отдыхаю. Отдыхаете просто? Нет кого? Не прячетесь? Нет. Нет кого? Вероятно, эта женщина хорошо усвоила урок героини фильма «Москва слезам не верит», которая говорила «ври, но ври уверена». Так и эта дама брала деньги у своих знакомых и обещала вернуть в короткий срок, но уже с процентами. Некоторые после ее сказок брали даже кредиты, чтобы получить дополнительный доход. Но ни в назначенное время, ни в какое другое, ни отданную сумму, ни уж тем более проценты люди не получали. Сколько сумма? С выше 100 миллионов. Сколько? С выше 100 миллионов. У вас, наверное, маленький остров где-то есть теперь? Это, наверное, образ нужно отжать. Обманывала задержанная и посторонних. Например, представлялась риэлтором, у которого есть возможность продать им дом или квартиру по низкой цене, потому что якобы недвижимость арестована, и ее нужно быстро продать. Брала задаток и тоже исчезала. В некоторых случаях женщина даже называла себя сотрудником правоохранительных структур. С глазами как смотрели? Как и вам прекрасно? Совесть нигде нет? Нет, совесть. Если бы можно было все отмотать назад, поступили бы так или нет? Да. А ведь недавно она работала в магазине и получала 15 тысяч в месяц. Начав зарабатывать миллионы, женщина тратила их на развлечения, на съем дорогих квартир, на аренду недешевых авто. Сейчас полицейским известно о 10 фактах мошенничества. Но есть вероятность, что пострадавших гораздо больше. Если вы узнали подозреваемую, обратитесь в органы внутренних дел. От материи приземлённых денежных к возвышенным музыкальным. В Гамбурге обнаружен самый большой в мире музыкальный инструмент. Длиной почти в 300 метров. И это далеко не орган, хотя в его звучании есть похожие нотки. Круизный лайнер в честь дня рождения немецкого грузового порта в буквальном смысле сыграл отрывок песни легендарной американской группы. Сравним оригинал с копией. Пусть удивительное будет рядом с вами. Берегите себя. Увидимся через неделю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова